Техническое описание кода неисправности OBD-2, датчик положения дроссельной заслонки, педали, переключатель C, F, корреляция напряжения Что это значит? Этот диагностический код неисправности, DTS, является общим кодом трансмиссии, он считается универсальным, поскольку он применяется ко всем маркам и моделям транспортных средств, начиная с 1996 года, Хотя конкретные этапы ремонта могут немного отличаться в зависимости от модели, автомобильный код неисправности P210 и корреляция напряжения C, F, дроссельной заслонки, датчика положения педали, переключателя относятся к проблеме, связанной со способностью дроссельной заслонки правильно открываться и закрываться, В 1990-х годах автопроизводители начали установку технологии управления дроссельной заслонкой, Drive-by Wire, его миссия, предоставить больший контроль над выбросами, экономией топлива, контролем тяги и устойчивости, круиз-контролем реакции трансмиссии, до этого дроссель транспортного средства управлялся простым кабелем с прямым соединением между педалью газа и дросселем, Датчик положения дроссельной заслонки, TPS, расположен напротив соединения рычага дроссельной заслонки на плите дроссельной заслонки, TPS преобразует движение и положение дроссельной заслонки в сигнал напряжения и отправляет его на компьютер управления двигателем, который использует сигнал переменного напряжения для формирования стратегии управления двигателем, новая технология электронного управления дроссельной заслонкой, состоит из датчика положения педали акселератора, корпуса дроссельной заслонки с электронным управлением, В комплекте с внутренним двигателем, двух встроенных датчиков положения дроссельной заслонки для коэффициентов корреляции и компьютера управления двигателем, несмотря на то, что код имеет одинаковую систему отсчета, в некоторых брендах он несколько отличается, например, диапазон, производительность цепи датчика положения дроссельной заслонки, на Infiniti или управление питанием от неисправности электронной системы управления дроссельной заслонкой, на Hyundai, когда вы нажимаете педаль акселератора, вы нажимаете на датчике, Датчик, указывающий желаемую величину открытия дроссельной заслонки, который отправляется на компьютер управления двигателем, в ответ компьютер подает напряжение на электродвигатель, чтобы открыть дроссельную заслонку, два датчика положения дроссельной заслонки, встроенные в корпус дроссельной заслонки, преобразуют величину открытия дроссельной заслонки в сигнал напряжения для компьютера, фотография корпуса дроссельной заслонки, датчик положения дроссельной заслонки, TPS, черная часть справа внизу, компьютер контролирует соотношение обоих напряжений, когда оба напряжения совпадают, система работает нормально. Когда они отклоняются в течение двух секунд, устанавливается код P210, указывающий на неисправность где-то в системе дополнительные коды неисправности и могут сопровождать этот код, который дополнительно идентифицирует проблему, суть в том, что это может быть опасная ситуация, когда контроль над дросселем потерян, вот фотография педали акселератора в комплекте с прикрепленным датчиком и проводкой, фотография, используемая с разрешения Паноха, собственная работа, GFDL, SSBS A3, 0 или FAL, через Oikimedia Commons примечания, этот код неисправности P210 и в основном является так же, как P2135, P2136, P2137, P2138, P2139 и P2140, этапы диагностики будут одинаковыми для всех кодов, симптомы симптомы кода P210 и могут варьироваться от зависания при остановке, полного отсутствия питания, ускорения, внезапной потери мощности на крейсерских скоростях или заклинившего дросселя при текущих оборотах в минуту, кроме того, загорится индикатор проверки двигателя и будет установлен код, потенциальные причины, кода неисправности P210 и мой опыт показывает, что разъем проводки или «хвост» на корпусе дроссельной заслонки создает проблемы в виде плохого соединения, разъемы «мама» на соединительном кабеле разъедают или выходят из разъема, возможно оголение провода от косички на землю, верхняя крышка корпуса дроссельной заслонки искажена, что не позволяет правильно вращать шестерни, корпус электронного дросселя неисправен, неисправен датчик педали акселератора или его проводка, компьютер управления двигателем вышел из строя, датчики TPS не коррелировали в течение нескольких секунд, и компьютер должен циклически повторяться в фазе переучивания для восстановления активной реакции на корпус дроссельной заслонки, или компьютер должен перепрограммироваться у дилера, этапы диагностики, ремонта несколько замечаний о дросселе с электронным управлением, эта система невероятно чувствительна и уязвима для повреждений больше, чем любая другая система, обращайтесь с ним и его компонентами крайне осторожно, одна капля или грубая обработка, и это история, помимо датчика педали акселератора, остальные компоненты находятся в корпусе дроссельной заслонки, при осмотре вы заметите плоскую пластиковую крышку в верхней части корпуса дроссельной заслонки, это содержит механизмы для приведения в действие дроссельной заслонки, двигатель имеет маленькую металлическую шестерню, выступающую через корпус под крышкой, он приводит в движение большую пластиковую шестерню, прикрепленную к дроссельной заслонке, штифт, который центрирует и поддерживает передачу, входит в корпус корпуса дроссельной заслонки, а верхний штифт входит в тонкую пластиковую крышку. Если крышка деформируется каким-либо образом, передача будет нарушена, что потребует полной замены корпуса дроссельной заслонки. Первое, что нужно сделать, это зайти в интернет и получить TSB, технические бюллетени по обслуживанию, для вашего автомобиля, связанные с кодом, эти TSB являются результатом жалоб клиентов или выявленных проблем, а также рекомендуемой заводом процедуры ремонта, проверьте онлайн или в руководстве по обслуживанию для возможной процедуры повторного изучения, чтобы перезагрузить компьютер, например, на Nissan включите зажигание и подождите 3 секунды, в течение следующих 5 секунд нажмите и отпустите педаль 5 раз, подождите 7 секунд, нажмите и удерживайте педаль в течение 10 секунд, когда лампочка проверки двигателя начнет мигать, отпустите педаль, подождите 10 секунд, нажмите педаль еще раз на 10 секунд и отпустите, выключить зажигание, вытащите электрический разъем из корпуса дроссельной заслонки, внимательно осмотрите его на предмет отсутствия или погнутых клемм, ищите коррозию, очистите любую коррозию с помощью небольшой карманной отвертки, нанесите небольшое количество электрической смазки на клеммы и снова подключите ее, если на разъеме терминала имеются изогнутые или отсутствующие контакты, вы можете подобрать новый, косичка, в большинстве магазинов автозапчастей или у дилера, осмотрите верхнюю крышку корпуса дроссельной заслонки на наличие трещин или деформаций, если они есть, позвоните дилеру и спросите, продают ли они только верхнюю крышку, если нет, замените корпус дроссельной заслонки, с помощью вольтметра проверьте датчик педали акселератора, он будет иметь 5 вольт для справки и рядом с ним переменный сигнал, включите ключ и медленно нажмите педаль, напряжение должно подняться от 0,5 до 5 плавно, замените его, если скачки напряжения или у него нет напряжения на сигнальном проводе, посмотрите онлайн для идентификации клеммы провода на корпусе дроссельной заслонки вашего автомобиля, проверьте разъем корпуса дроссельной заслонки для подачи питания на двигатель дроссельной заслонки, попросите помощника включить ключ и слегка нажать на педаль, если нет питания, компьютер неисправен, если есть мощность, корпус дроссельной заслонки неисправен, другие коды неисправности, связанные с газом, П0068, П0120, П0121, П0122, П0123, П0124, П0510 и другие. Продолжение следует...